Слава Иисусу Христу! Это реформация Византии в том периоде времени. Были не только такие кошмары, о которых я сейчас выше рассказывал, были периоды обновлений, были служители не только вот те оккультисты, монахи, предатели, двурушные и двуличные лидеры христианства, но были и порядочные служители, и были, я сказал бы так, герои веры. Помните ли историю, вот такой пример я маленький вначале приведу, историю Третьего Вселенского Собора, что их было два на самом деле. Помните ли вы, что были Александрийцы и были Антиохийцы? И вот именно среди антиохийцев были те сотни, сотни священнослужителей и богословов, которые были репрессированы светской властью и церковью. Это те христианские лидеры, которые отказывались молить кому бы то ни было, кроме Господа, отказывались называть Марию Богородицей. То есть это те, которые платили цену за реформацию на самом деле. И да, правда была на их стороне, но не было еще условий необходимых для большой и такой продолжительной реформации. Для реформации, именно продолжительной реформации, не просто обновление, не просто пробуждение духовного, пробуждение как яркая вспышка такая, да? Она вспыхнула, но так же обычно быстро и она и тухнет. Но, в истории, но если это реформация, это значит вспышка вспышкой, но это еще и изменение всего вокруг. Реформация это нечто большее, чем просто пробуждение. Это вот, к примеру, вот есть просто взрыв, да? Бомбы обычные, а есть ядерные бомбы, да? Да? Тоже вспышка, но большее и самое интересное, последствия годами остаются. И изменяется вокруг все от этой бомбы. И вот я бы так сравнил, что пробуждение это как обычная бомба взорвавшаяся, да? Она приносит там, да, значит, эффект. Но, когда вот эта бомба, ядерная бомба, она изменяет все вокруг и на многие годы. Хотя уже нет этого гриба, нет этого вспышки, но все изменено уже. Только это в отрицательном смысле, а здесь реформация это в положительном смысле, изменение всего вокруг. И, как, допустим, реформация в 16 столетии в Европе, она не просто вспыхнула ярко и все. Она изменила все вокруг. Я вам из истории Европы думал рассказывать, но у нас просто не хватит времени, поэтому я опущу историю христианства на Западе и в Америке. Но я расскажу такой пример, все-таки нельзя его пройти мимо. До, как бы, до реформации, до эпохи 16 столетия, до Великой реформации в Европе, невежество, порой даже элементарное невежество, незнание Писания. Почему? Потому что церковь не давала Слово Божье людям, даже агрессивно запрещала иметь людям Библию, интересоваться Словом Божьим. Библией была уделена роль лишь литургийной книге, богослужебной для поклонений и прочее. Как вот, допустим, в синагогальном служении еврейском традиционном. Я был в синагоге на литургии еврейской, она похожа на православную литургию, и там вносят Тору, преклоняются, поют, но ведь не поклонение внешнее Торе, оно нас спасает, не внешнее преклонение перед Словом, оно нас оживляет. Не просто я на себя навяжу это Слово, нет, не просто на дверях своего дома напишу, нет, оно должно быть внутри меня. Я хотя бы весь обложусь Библиями, обвяжусь ими, это не даст мне ничего абсолютно, если не будет Слова внутри моего, в сердце, глубоко в моем сердце. И я понял эту проблему исторического иудаизма и проблему исторического христианства. Иисус в вас написано, упование славы. Вот суть веры нашей. Иисус в вас, не просто где-то вне вас, во главе, где-то там, высоко на облаках, а Он в вас, верующих, славы Иисусу Христу. И, друзья мои, в Европе, вот пример такой, в Европе до, ну можно сказать, до лютеровой даже, до реформации, дух монашества настолько сильно парализовал все и вся, что даже сейчас выглядит смешно. Но даже сохранились до наших дней в музеях мира бумаги епископов, указы законные, которые вывешивались в городах, допустим, которые запрещали прихожанам, католикам простым рядовым верующим, мыться чаще, чем раз в полгода. Представляете себе, в частности, в Испании, в Португалии, во Франции, писали законы и вывешивались в городах. То есть, если ты гражданин такой-то, рядовой католик, ты помылся чаще, чем раз в полгода, и это были свидетели этому, то тебя могли взять на карандашик инквизиторы, а не еврействующий ли это элемент, а не мусульманствующий ли это товарищ, и, в общем-то, могли запросто отправить даже на костер за это. Ну, не сразу, конечно, вначале тебя попытали хорошо, и под пытками обычно люди признавались во всех грехах, мыслимых, немыслимых, а затем отправляли на костер. Инквизиторы были очень ревностными, братьями такими. Один из них, наверное, самый проставленный, если бы была бы тогда книга рекордов Гиннеса ввелась, то наверняка 100% он попал бы в эту книгу рекордов. Это был Фома Тарквимада, монах, инквизитор, который сжег больше 10 тысяч человек лично. И примерно столько же умерло у него под пытками, когда он допрашивал их своими пытками инквизиторскими. И вот, и реформация, когда в 16 веке реформация грянула, протестантский мир, чем отличался от католического в то время, они стали мыться чаще. Вы скажете, неужели не было канализации в Европе? В городах европейских не додумывались делать канализации даже. Настолько мысли по-другому работали у людей. Сам дух монашества – это дух тунеядства, я бы сказал так, чаще всего. И даже народы трудолюбивые, я бы сказал так, есть в разных народах как бы разные тенденции, да? Плюсы, минусы определенные есть, более ленивые. Вот мы славяне более как бы ленивые, допустим, да? Ну, чисто менталитет, если брать традиционный, российский. То есть народы более трудолюбивые. И вот, а во Христе, конечно, любой, даже самый ленивый человек, он просто становится другим, новым творением во Христе Иисусе. Мы новые русские в этом смысле. И вот, и несмотря на то, что в Европе проживало много, я так понимаю, потенциально трудолюбивых людей, но вот именно сам дух этот религиозный, он закабалял Европу. И люди, расстраивая города, не заботились даже о такой вещи, как канализация. Выливали горшки прямо на улицу, улочки маленькие, тесные. И все это, конечно же, было ужасным. И города были похожи на помойки. Что случилось в Цюрихе, в Женеве, когда началась Великая Реформация? Города очистились от грязи, позаботились о канализации. Кстати, когда пользусь туалетом, вы вспоминаете эту лекцию тоже, унитаз первый кто придумал? Протестанты. Додумались, просто-напросто взяли от иконы, по другой версии, от картины, рамку круглую, поставили и придумали унитаз. Элементарно. До этого не додумывались, даже короли ходили в таких условиях в туалет, что это просто в нормальных красках не описать все это. И, в общем-то, сегодня, хотя многие правоославные католики ругают лютера, но однако же унитазами пользуются. Плодами Реформации. Один из плодов Реформации. Много других плодов Реформации есть. Они малозамечаемые сейчас. Но, в общем-то, сегодня преобразилась Европа. Любо-дорого посмотреть на улицы и города в городах и проехаться где-то от города до города по всей Европе. Ну, кроме некоторых регионов, где все-таки большой перевес католической церкви сегодня. Потому что там по-прежнему грязь обычно. Вы приедете, допустим, в те регионы, где живут в основном католики. Чаще всего, не везде, но чаще всего это будет грязь, помойка, прямо за домом обычно свалка. Это в современной Италии, пожалуйста, пересекайте Пиренеи и вы попадаете просто в помойку большую. Это никому не секрет. Вот сама идеология. Как мыслю, так и живу. Знаете, человек даже порой не виноват. Он просто заложник этих систем определенных. Просто не додумается. Я когда в Израиле побывал, я тоже заметил, как и многие другие путешественники по Израилю. Подъезжаешь в еврейское село, кибуц, допустим, да? Такие же условия, все как везде. Но чистенько, аккуратненько. Цветочки. Возле дома приятно пройтись даже. Проехаться приятно мимо этих домов. Рядом, буквально несколько километров, арабское село. Вонь, мухи, грязь, дети грязные. Что такое у ребенка, что-то здесь страшное? Оказывается, это ничего не на рост, это просто мухи сидят, облепили его глаза. И родителям все равно. Он сидит себе, спит, рядом машина уже такая прогнившая. Вообще, он не додумался даже возле дома мусор прибрать. Все вываливается прямо сюда. Как мыслю, так и живу. Как от веры, так и уже во внешнем это все проявляется. Друзья мои, вопрос веры, религии, это не просто вопрос, я бы сказал, отношения с Богом, поиска Бога. Это еще и образ жизни человека. Образ жизни, образ мышления формирует самого человека. Я благодарен Богу за то, что сегодня восстанавливается настоящее христианство. Евангелие настоящее. Послание Иисуса, послание апостола. Друзья мои, удивительно, но сегодня Евангелие царства, оно преобразует нации. В Москве на встрече пастырей один корейский пресс-фитер говорил такие слова. Почему, говорит, у нас в Корее за 50 лет христианство сделало больше, чем у вас за 1000 лет христианство? И он сам же ответил на этот вопрос. К нам, по милости Божьей, пришло христианство именно библейское. Изначально с Библии в руках миссионеры приехали, изначально с Евангелием в руках. Изначально мы сразу слышали о Христе, не о ком-то еще, о самом Христе. Изначально мы слышали то, что должно нас спасти. А Проханов, я уже упоминал как-то Проханова Ивана Степановича, лидер один из таких апостолов, евангельского пробуждения, 100 лет назад. Он писал такие слова. В то время во время Проханова праздновалось 900-летие христианства на Руси. И он записал в своем дневнике следующие слова. У нас, говорит, в России, говорит, за первых 900 лет истории христианства так и не было проповедано Евангелие. Друзья, это как приговор звучит, друзья мои. Но благодарен Богу, что мы сегодня живем в то время, когда Слово Божие проповедуется. В истории России не было еще такого периода времени, когда вот так бы Слово Божие распространялось вообще. Когда нам неслыханно повезло, многие поколения россиян, все поколения, которые жили до нас, они могли лишь мечтать об этом времени вообще. Ну, еще было примерно нечто аналогичное, но очень короткий период времени, это в 20-е годы, время НЭПа, когда было слово проповедано тоже Евангелие, когда первые ростки, толчки пробуждения, они состоялись. Но это было лишь очень кратким явлением, потом было задушено все советами. Но, друзья мои, я убежден, что сегодня пришло время для настоящей реформации, не просто пробуждения, а реформации, изменение мышления, перестройка. Слава Иисусу Христу! И, но, как я и обещал, реформация Византии в те давние столетия, реформация Византии. Да, если вы даже посмотрите на эти годы сейчас, конец, одним словом, седьмое столетие, седьмое столетие, что происходило еще в седьмом столетии на мировой арене, какое событие произошло, повлиявшее на ход вообще истории человечества, очень радикально сильно. Это появление новой религии, одной из мировых религий, религии ислама. Именно в седьмом столетии, именно 622 год считается началом календаря, мусульманского календаря, 622 год. С того времени, с седьмого столетия до сегодняшнего дня, ислам, он распространялся по разным и распространяется по разным народам. Есть у меня отдельная тема, сравнительное богословие, очень интересно, у меня, к сожалению, нет записи с собой, в Одессе я эту тему давал в институте, христианство, ислам, иудаизм, сравнительное богословие, доктрины спасения, искупления, жизнь, практика, теория, теория, практика, религиозные, разные секты и прочее. И вы знаете, интересно очень, что ислам, по сути, в том седьмом столетии, это была попытка подменить христианство нечто совсем другим. Если, допустим, до того, до седьмого столетия, христианство смешивалось с разными, допустим, вот именно языческими, оккультными, даже откровенно, вы уже в курсе, да, оккультными, даже совершенно вещами, то в седьмом столетии даже и этого дьяволу показалось мало. Шла речь уже о подмене вообще христианства новой религии, абсолютно новой, которая себя провозносила бы преемницей христианства. Потому что для мусульманской теологии Христос также является, Иисус Христос является также одним из пророков ислама, так же, как и Моисей, так же, как и Адам, собственно, и его жена Ева. В общем-то, все признаются мусульманами, все герои веры, герои Библии. И, в общем-то, здесь идет речь о замене христианства на новый вид религии, совершенно новый вид религии. И, на самом деле, ислам – это не продолжение христианства, ни в коем разе. Хотя я встречал, общаясь с теологами некоторыми и священнослужителями некоторыми мусульманскими, я встречал такие утверждения, и я ни разу не был в Африке, но мои друзья из Южной Африки, ЮАР, притории, они рассказывали, что у них миссия, когда возле столицы была выставлена мусульманская, они написали большой плакат. Плакат, прямо при въезде в столицу и выезде, все читали этот плакат. Они написали «Миссия новейшего завета». Интересно, что это за миссия? Люди многие интересовали, заезжали, что это за новейший завет вообще. Им вручали всем Коран и говорили, вот это есть новейший завет. То был новый, а у нас новейший самый завет. Как? Это в наши дни, это не то, что там тогда, это в наши с вами дни. Попытка подделаться под христианство, подделаться под истину. Это очень характерно для ислама. Я расскажу, хотя вот так вот в общем об исламе очень трудно говорить, невозможно даже. Потому что есть очень разные течения и очень разные есть доктрины. И на самом деле это не однородная масса, я бы так сказал. Это разные школы, разные учения, начиная от такого мирного как бы ислама, заканчивая таким воинственным, таким джихадом и агрессивным исламом. Начиная от такого либерального ислама, светского числа ислама, заканчивая исламом таким мистическим, допустим, оккультным даже исламом вот этих мистиков, монахов, отшельников. У них тоже есть свои в этом плане проблемы. И частичная правда в Коране указана, что Иисус есть Христос, что Он рожден именно чудесным образом, Он рожден именно от Девы Марии, от Духа Святого, без участия Отца. Это говорится в Коране. Есть многие интересные факты в Коране, которые именно библейские тексты схожи с библейскими утверждениями, доктринами. Но, друзья мои, при всех этих вот таких истинных моментах намешано очень много грязи. И самое основное, почему Коран противоречит Писанию, что лишает человека понимания Иисуса Христа как Спасителя, как Господа, а просто лишь низводя его на роль обычного заурядного пророка. Да, чудесного, но пророка. В Коране говорится о вознесении Иисуса на небо. Но вознесение по Корану произошло, минуя распятие и воскресенье. То есть сразу прямо с земли Бог взял и забрал Иисуса. Но, друзья мои, ведь для нас, христиан, сердцевиной Евангелия является, собственно, распятие Иисуса и воскресенье Его. Если Христос не воскрес, написано, то вера ваша напрасно, вообще тщетно. Друзья, и потому никогда настоящий христианин не может согласиться с постулатами Корана. Вот в этих отношениях, друзья мои, конфликт неразрешимый. И я скажу так, при уважении при всем к исламу, к мусульманам, я скажу так, что им, этим людям, необходимо осознать, что Иисус это не просто пророк. Я разговаривал с одним человеком, который был мусульманским священнослужителем раньше. Сейчас он наш брат, евангелист, он чернокожий. Он 29 лет работал в мечети, был мусульманским священнослужителем. Закончил Каирский университет, престижнейший в исламском мире. Он франкоговорящий, сам именно африканец из Африки. И когда он стал христианином, каким образом? Один знакомый, будем так говорить, его, тоже черный, сказал ему однажды, он был христианином. Знаешь, говорит, запомни, что Иисус это не просто пророк. Вот если тебе будет очень тяжело однажды в жизни, просто вспомни об этом. И скажи, вот Иисус, если ты не просто пророк, а ты Господь и Спаситель, то спаси меня. Вот примерно так. И так и получилось. Через некоторое время тому мусульманскому священнику было очень плохо во всех отношениях. Хотя внешне было вроде бы хорошо, но было очень плохо. И вот, да, и со здоровьем была большая проблема. И вот, и он возопил буквально, он говорит, я даже не мог в мечеть на намаз пройти уже, на молитву. Он совершал уже дома этот намаз. И даже подняться с намаза он сам не мог без посторонней помощи уже. Вот настолько был уже разбит болезнью. И он возопил уже на своем просто французском языке уже Иисус. Иисус, если ты не просто пророк, если ты Спаситель на самом деле, спаси меня сейчас. Если ты Господь, будь моим Господом. То есть вот такие слова он стал произносить. И вы знаете, Бог ему дал чудо. Через некоторое время было полнейшее исцеление, даже больше того. Решение проблем, которые были не только со здоровьем, но и семейных, и других проблем. Решение пришло чудесным образом. Но он еще целый год оставался тайным христианином. Читая Новый Завет, Евангелие, совершая намаз своими словами, молясь, призывая имя Иисуса дома. Но в мечети он также исполнял обязанности мулы и совершал обычные богослужения, какие там приняты на арабском языке. И через, я думаю, год после такой двойной жизни, его слова и Иисуса коснулись очень сильно однажды. Который сказал, что кто пред людьми меня исповедует того, и я исповедую пред отцом пред ангелами. А кто отречется, от того я отрекусь. Его очень сильно это коснулось. И когда на большой встрече, беседе, вопрос о христианах поднялся, он не мог сидеть уже спокойно. Он встал и говорит, я... Он сказал, а вы помните, что было год назад с моей жизнью? А те все, о, там Аллах Акбар, да, говорит, тебя Аллах спас, помиловал, мы все довольны, как бы. Он говорит, да, говорит, спасибо Богу, но я вам кое-что еще не рассказал, еще кое-что. Да, и он стал говорить им об Иисусе Христе. А потом говорит, вы знаете, я тоже христианин, не ругайте их, я тоже христианин, говорит, у меня Христос спас, говорит. А они на него, они думали, он с ума сошел вообще. А когда поняли, что он серьезно, хотели убить его даже. Вот, и он был вынужден уехать со своей страны, и больше в нее он не может вернуться, потому что там его ждет по тем законам смертной казни до сих пор. Вот, он был вынужден в Штаты улететь, значит, и там остаться. Затем он, когда был в Украине, он делился словом, как вот в эти годы его Бог использует сейчас как евангелиста. И среди вот этих мусульман, допустим, номинальных мусульман особенно, большой интерес вызывает его проповедь, потому что он рассказывает некоторые суры из Корана и сравнивает их с библейскими, и говорит, смотрите. Он такие вещи раскрывал, что вот для меня это было, ну, сенсацией. Я стал интересоваться этой темой поподробнее, ведь Коран не дает уверенности в спасении, друзья. Даже всю жизнь можешь там находиться в этой религии, всю жизнь будешь вообще идеалом даже во всех отношениях, у тебя не будет уверенности в спасении вообще. Оказывается, даже их главный пророк Магомед, он когда умирал, есть такое предание, которое признается и шиитами, и суннитами, и другими небольшими такими сектами исламскими. Это предание считается достоверным, а муслим передал это предание. И вот там говорится, что когда этот пророк умирал, то он умирал в агонии, в муках, и ученики спрашивали, сподвижники спрашивали, говорили, что, ну, что ты умираешь так? Ведь уж кому-кому, а тебе переживать нет смысла вообще. Уж кому-кому, а вот тебе есть место на небесах 100% уже. Ну, они так думали. И он их разочаровал. Он сказал, что я, говорит, не знаю. Я боюсь суда, я не знаю, что будет там. То есть он не был уверен, что Бог будет к нему благорасположен вообще. И это первый человек в исламе. Друзья мои, другие мусульманские, конечно, теологи, они обычно как оправдывают это все? Говорят так, что это просто было смирением Магомеда, просто как бы актом смирения, чтобы он как бы больше действовал на публику, как бы, чтобы пугая учеников, чтобы на них страх Божий был, как бы. А сам, на самом деле, он был как бы в душевом уверенном уже был. Но это все, это просто догадки теологов. Но факты именно, которые были переданы свидетелями, они таковы, что он умирал, не зная, куда он идет. И ни один мусульманский теолог вам не даст гарантии. Кроме некоторых сект, таких малоизвестных, есть такие мистические секты, полумонашеские такие секты, которые 100% уверены, что они, значит, будут на небесах. А также современно террористические такие, вот эти исламские движения, которые говорят, что если ты взорвешь себя, умрешь, там, значит, там, как шахи, там, что, то тогда будешь на небесах 100%. Вот это и есть такие учения. Но, в общем-то, в нормальных условиях, без всяких там взрывов там и прочее, вот нет уверенности в спасении добрыми делами. Противоречит это Писанию. Писание говорит, что возмезие за грех смерть. А дар Божий, жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим. Библия говорит нам о даре Божьем, подарке Божьем, чтобы никто не гордился. Никто не сможет заработать спасение. Да, это правда. В этом плане Магомед был прав. Никто не может заработать спасение. Но есть благая весть, о которой Магомед, к сожалению, прослушал, что Иисус есть Спаситель. И искренне жаль те миллионы мусульман, которые на самом деле верят в свою религию, но даже старательно исполняют постулаты ее, молятся пять раз в день, там, совершают добрые дела, там даже есть очень такие моральные люди. Но, друзья мои, при всей моральности и добродетелях, и молитвах, друзья мои, есть то, что нужно человеку на самом деле. Не религия, не форма, а нужен ответ, живой Бог. Возрождение духовное. Этого нет в исламе. Ну ладно, мы пойдемте дальше, потому что сейчас это не моя тема. Но я просто вам проиллюстрировал сейчас, что такое ислам, как бы наглядно. Есть другие противоречия, но самое основное, я так полагаю, именно вот в этом противоречии. Далее. Почему я сейчас ваше внимание на исламе заострил? Дело в том, что, как бы, это явление, это, я глубоко убежден, что это была попытка дьявола заменить полностью христианство. И частично это получилось у дьявола, к сожалению. Потому что многие народы, вчерашние христианские так называемые народы, номинально христианские, они приняли ислам, и до сих пор они мусульманские народы, в то время приняли. Друзья мои, частично получилось у дьявола эта провокация, но не до конца. Слава Богу, что сам Господь, я верю, сам Бог вмешался в ту ситуацию. Это было через сто лет после начала религии ислама. Это уже было в начале восьмого столетия, когда в семнадцатом году, опять, слушайте, опять осень семнадцатого года. В семьсот семнадцатом году ситуация стала меняться. Пришел буквально как вот в Писании, как в Библии описывается, допустим, вот когда приходил благочестивый царь новый, правитель, да, то все менялось, высоты отменялись, идолы ломались, богослужение, богопочитание восстанавливалось, возрождалось. Потом мы видим нечестивых царей, которые приходили на смену этим людям. И не было преемственности, к сожалению, порой, вот именно благочестия. И приходили новые правители, тираны, которые опять валов, астарт всех протаскивали, опять позорили истинных богопоклонников, уничтожали даже. И тогда получилось в семьсот семнадцатом году такое чудесное вмешательство. Пришел новый правитель с новым мышлением. Это была другая династия, это были другие люди, которые строили политику уже на других основаниях. Но это было не только чисто политика, это было еще вопросом религии. Это был Лев Исавр, император Лев Исавр, из рода Исавров, или Исавроянин. Лев Исавр, император Лев Исавр был правителем византийским. И став правителем в семьсот семнадцатом году, он заявлял о необходимости перемен в государстве. В общем-то он сравним, вот чтобы было наглядно вам понятно, в нашей отечественной истории с Петром Первым. Вот что Петр Первый для России, вот то Лев Исавр для Византии. Вот ну примерно, чтобы было понятно вам. То есть такой радикальный реформатор. Это изменение в налоговой политике, введение единого налога. Это изменение в армии, в юриспруденции, изменение на таможнях, в бизнесе. То есть везде были перемены. Не было такой сферы, наверное, тогда, которая не была бы затронута этими переменами. Совершенно порой радикальными переменами, которые улучшили Византию и спасли ее от краха окончательного. Но самый момент такой, как бы спорный в истории среди историков, потому что традиционно церковь отвергает Льва Исавра, считает его отступником. Почему? Потому что он заявил о необходимости религиозных реформ, реформ вероучительных. И сам он был, конечно, перед выбором. Потому что, с одной стороны, вокруг него были служители, которые говорили, нет, здесь в религии нельзя ничего трогать. Что пусть все оно так останется, как оно и было. Как говорил православный один реформатор, в 20 веке уже, Веденский Александр, епископ. Он говорил, у нас большинство священников живут по принципу, до нас положено и лежи оно во веки веков. И вот многие вот такие вот лежи оно во веки веков окружали императора. Но в это же самое время Бог поднял проповедников некоторых. Внутри самой же официальной церкви византийской проповедников, которые также заявляли, нужны перемены. Не просто в экономике, не просто где-то в политике. Нужны перемены в религии, в вере самой, в возвращении к первоистокам. Это был Константин, епископ Накалийский, который сравним в истории православия, может быть, только лишь с Лютером или Кальвином. Вот реформатор, с большой буквы, который заявлял о необходимости радикальных реформ. Константин, епископ Накалийский. К сожалению, очень мало информации о нем лично. О его жизни почти не известно ничего. Даже дата его рождения лишь приблизительная стоит в учебниках. То есть, это как раз конец 7-го, начало 8-го столетия. Вот это время, о котором сейчас я вам рассказываю. Константин, епископ Накалийский. Накалия. Накалии. Накалия. А также, друзья, ряд других священнослужителей. Мы их записывать не будем уже, но это были герои веры. Феодосий, Ефесский, другие были служители, которые заявляли о необходимости перемен в церкви. Конечно, самым радикальным из них был Константин. Это все признают. И однажды Бог усмотрел встречу Льва и Савра с Константином Накалийским. И это было вот то, что было нужно. То есть, Лев увидел в этом служителе именно ответ на свои вот эти вот мысли, переживания. Нужны ли перемены или не нужны. И сам Константин Накалийский, будучи в столице часто, в Константинополе, он проповедовал в храмах. И в чем смысл был проповеди? Это можно косвенно... Мы не знаем этих проповедей. К сожалению, не сохранилось. Может быть, где-то есть, я не знаю, но я не мог найти никак эти проповеди. Но косвенно можно предполагать, о чем проповедовал он, потому что реформы вскоре начались все-таки. Главным аргументом, кстати, мусульманских теологов против христиан в то время было обвинение в идолопоклонстве. Они, теологи исламские, говорили, вот так и так вот, мол, вы не слушаетесь Иисуса. Вот евреи не послушались Моисея, а вы не послушались Иисуса. И вот поэтому Бог поднял очередного и последнего из пророков, который уже не только для евреев или для кого-то еще, а вот для всех людей абсолютно. Такой как бы интернациональный такой пророк. И тем более все совпадало вроде бы. Вот те слова, что мы говорим из Писания, что Моисея, слова, что пророка, как меня возникнет Господь, если братья, да, его слушайте, они говорят, это было не об Иисусе, это было о Магомеде. Это было про него, про Магомеда, потому что Иисус не был женатым, а Моисей и Магомед были женатыми людьми. Значит, Иисус не воевал, он был таким даже пацифистом во многом. Ну, значит, а Моисей и Магомед, они воевали с мечом в руках там. И много-много других вещей. Вы знаете, если сейчас все рассказывать, это очень интересные такие дебаты тогда разыгрывались. Очень интересные, на самом деле. И чисто вот если даже человек не знал хорошо Писание, он принимал сто процентов за чистую монету обычно. И говорили, о, да, слушайте, в этом что-то есть. Ага, логично. Если человек не знал Христа, он был обречен фактически, кстати, мусульманином в то время. А большинство населения в то время, особенно в Африке Северной, были не просвещены никак. То есть церковь совершила исторический грех. Имея возможность столетиями некоторыми иметь господство, имели возможность проповедовать там, не упустили шанс, не проповедовали Слово Божье. И получилось что? Получилось, что народ был вообще непросвещенным в подавляющем большинстве. И приняли ислам как новую перерожденную форму христианства поначалу, а затем уже как новую религию окончательно уже. Представляете? То есть церковь, которая не проповедует, вчера я говорил, она рождает монстров, да, как Гитлер, Сталин, но еще церковь, не проповедая Евангелие, совершает преступление против народов. Церковь, горе мне, если я не благовестую, Павел говорит, горе мне. Церковь, которая не совершает проповедь, не несет слова, она преступница против народов. И поэтому вот про тех, я упомянул на данном уроке, про тех арабских священников, которые, епископов подписались, которые под воззванием недавно, совсем в эти дни буквально, что против евангелистов, против обращения мусульман в христианство, друзья мои, они преступники против своего же арабского народа. Они называются арабами, они называются православными, но они преступники против своего же народа. Потому что на самом деле, если церковь не будет молчащая, она преступница. И вот так получилось в Византии. Церковь молчала, и святое место долго пусто не бывает, друзья мои. Рано или поздно чем-то заполнится. Если не было Христа там, друзья мои, то что-то они примут неизбежно. Тем более, такую подделку, которая очень даже похожа, очень даже близка, даже религиозно, даже морально, даже, понимаете ли, очень понятна как бы. Да, друзья мои. Вернемся снова в то время, в историю. Лев и Савр, поддержав Константина Накалийского и других епископов, реформаторов, он вырвал, начал вырывать главный козырь из рук мусульман. Обвинение в идолопоклонстве. Потому что можно заключить следующее, что Константин Накалийский учил именно о том, что христиане не должны использовать изображение в поклонении Богу. Что это не исламская теология, а христианская теология настоящая. Что Бог есть Дух. И поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и в истине. Друзья, и слава Богу, что эти проповеди подействовали. Но не только проповеди. Лев и Савр, он, с одной стороны, реформатор, но, с другой стороны, он, как правитель империи, он имел многие сомнения. Нужно ли это начинать в общеимперском масштабе? Как это может произойти вообще? Ведь все-таки на нем ответственность за миллионный народ. Ни много, ни мало. И вот, событие произошло. Был такой интересный инцидент. Монашество было в оппозиции к Накалийскому епископу Константину. Группа реформаторов, они заявляли, что нужны реформы. Были за и против мнения. И Лев и Савр заявил, молитесь, и те, и другие молитесь, что Бог откроет. Но никто не ожидал, во что это выльется. Событие произошло, уникальное событие. Вообще, в истории древнего того мира и средних веков не так много было больших землетрясений. Их было на пальцы сосчитать. Но произошло именно в то время одно из крупнейших землетрясений. По крайней мере, в том столетии крупнее не было. И самое интересное, это землетрясение, затронувшее Византию, оно обошлось фактически без жертв. Самое интересное. То есть, как бы, земля тряслась, раскрывалась, здания погибали, но люди все-таки были спасены в большинстве своем. И интересный инцидент был. Оказывается, за столицей были построены большие иконописные мастерские. И представьте себе, земля раскрылась вдруг, и все мастерские в полном составе ушли в землю, и земля захлопнулась. Для всей столицы это было таким знамением, что люди не просто, они даже не ждали указа императора, сжигали свои иконы, отрекались от этого и заявили, что все, да, это... А потом был императорский указ уже по империи. Началась эпоха, которая в учебниках по истории христианства, в католических, православных и в некоторых протестантских несправедливо называется иконоборческой эпохой. Эпоха иконоборчества. Дело было не в иконах, конечно же. Не только в иконах, я бы так сказал. Правильно. Дело было в том, что восстанавливалось богопочитание библейское, и была реформация. Я имел переписку с некоторыми греческими историками. Очень интересно, я познакомился с работами некоторых греческих авторов, современных нам авторов, которые заявляют однозначно, что на непровержимых исторических фактах базируют, что именно тогда было время не иконоборчества именно просто, а было время реформации в Греции. Время реформации. Эта реформация продолжалась где-то полтора столетия. То есть на протяжении долгого времени достаточно эта реформа продолжилась. И она расширялась. Некоторое время, к примеру, лет 80, даже больше, в Византии, православной Византии, вы могли зайти в любой храм и не увидеть ни одной иконы. Кстати, вот по поводу, вот у нас братья с Армении есть, да? В этом, после Льва и Савра, был еще его сын Константин Капроним, а затем пришел к власти Лев Армянин. Это был император тоже, который радикально реформировал. Потому что Армения в то время, она сохраняла, после Халкидона, да? Она сохраняла библейские понимания многие. Она была вне Византии. Ну, так получилось. И исторически, и политически, и религиозно. Вне Армении, Армения вне, и Великая и Мала Армения вне, значит, Византии. А когда династия прекратилась очередная, пригласили нового правителя именно оттуда, с Армении. И вот он, благодаря тому, что он новый был человек во дворце, новая династия, армянская династия в Византии, то он привнес вот эту реформацию, понимание, сохранившееся там в Армении, евангельское, библейское, в Византийскую церковь. И реформация продолжилась тогда. Давайте отдохнем, потом продолжим. У нас еще урок есть? Продолжение следует...